всем привет привет а у нас сегодня вопрос а знаете какой почему официальные аккаунты bts поздравили только нам джуна с его номинация а про тихона забыли но вы просто-то мы так не будем поздравить с номинацией рыцарь пентаклей вышла поздравили или нет конечно поздравили да вот колесо фортуны и шестерка жезлов карта успеха поздравили понимаете да я чтоб я специально достают на сначала на нам джуна потом достану для тихона чтобы вы понимали как выходит карты шестерка жезлов карта успеха карта победителя в общем ведь награда наградили нам джуна рыцарь получил эту награду лесу фортуна поздравили в общем так ну и карты будущего вышли да это наконец в общем забыли да давайте карту забыла компания наградить его на тройка мечей забыли да вот забыли такие забывчивая компания в общем да и у меня на основном канале будет такое коротенькое видео обязательно его послушайте да там будут немножко таро я отсюда возьму туда а для вас понятно она будет полностью вы можете посмотреть вот видите а тихонечка забыли вот такая карта забыли до забыли вот он поздравить по жезлов это вот ведь курьера послать до забыли вот такие забывчивые по пятерке пентаклей вот забыли да вот забыли а как вышли карты реально забыли да вот и пихи он чувствует себя недооцененным да давайте да по пятерке мечей он очень недоволен да вот видите он обижается на компанию эта компания мира фант вот посмотрите на карту до пятерка мечей восьмерка мечей то есть это карта своего рода каких-то ограничений пятерка мечей не вы как-то конфликта какого-то то есть реально компания вот видите вот его не от недооценивая но видим эту карту видите здесь в общем это роста не нужно знать можно на картинке смотреть вот и понять о чем речь идет да конечно я могу сейчас об этих картах рассказывать его внутреннее состояние что он об этом реально думает да такие карты вышли зачем это вот разводить это мусульство на это я хочу спросить и я вижу блогеры блогеры да ведут активную деятельность в отношении этого то есть пишут компании письма давайте вот армии пишут пишут видите прямо такую по король пентагли вот такие папки эти же семерка же отстаивают его до права двойка жезлов поддерживаю до кота сотрудничества король пентагли я специально торозу даю какие-то вопросы о которых вы знаете и потом на тот вопрос о котором вы не знаете визуально не видели не слышали об этом чтобы вы понимали как считывают карта ситуацию в общем пишут да окей так там пони это понимаете отреагирует на послание давайте компания отреагирует на послание армии отреагирует семерка пентагли да вот колесница вышла 9 пентагли отреагирует в общем да вот по девятке пентагли вот что-то сделают там до семью девятка пентагли семерка пентагли разместят колесница вышла да что-то разместят по поводу такие вот заметки да и возможно этот расклад вы увидите уже конечно когда он будет после того как в общем это все выйдет так вот если серьезно компания мы видим до забыла забыла видите такая забывчивая компания вот он даже мы видим там карты я достала на компанию вот видите какие карты прям забыли его поздравить тэхиона реально такие забывчивые да но армии в общем напомнят напоминают компании компания предпримет какие-то действия действие все три карты действий как тэхион да ну как тэхион воспринимает мы видим вот карты вышли да как он вот он бы им высказал вообще до карта конфликта вышла и восьмерками но его что-то сдерживает возможно какие-то вот по аэрофанту обязательства да и он не может компании ответить а здесь вопрос да и сразу армии пишут в общем а тэхион то вообще с компанией да возможно он не в компании и уже расторг с ними обязательства да давайте вот тэхион с компания или нет тэхион компании в общем десятка пентаклей вышло и двоя пентакли если мы там посмотрим на содружество вышла где-то у нас двойка жезла вот я доставала карту я не буду уже больше понимать карты то двоя пентакли видите какие карты чтобы вы понимали какие карты выходят туда чтобы вам было понятно что твою так и Говорит, что он с компанией. Десятка Пентаклей, да, в общем. И Пашмичей, да, вот, что у них там, документ какой-то, есть контракт, и вообще как-то будущего, да. То есть это еще надолго, в общем. И в Десятке Пентаклей есть контракт, понимаете. Вот так. В Десятке Пентаклей есть ли, например, негатив, что не может быть контракта, да. С одной стороны, Десятка Пентаклей говорит об окончании. А здесь контракты, может, говорит об окончании контракта, да. Все, уже закончился контракт, да, вот такие деловые вышли карты. Вот. Но с другой стороны Десятка Пентаклей мы же спрашиваем, да, он с компанией? С компанией. Но мы спросим, еще достанем одну карту на Десятку Пентаклей для уточнения. Вот. Какая карта выйдет, да. Вот, Штерка Мечей, вот вышла карта, Мак, Двойка Мечей. Вот. И вот тут-то интересные вышли карты, понимаете. Штерка Мечей, видите, да, вот, карта дальнейшего. И что я скажу, Шестерка Мечей вообще говорит о переходе с одного состояния в другой. Перемещение какое-то внутри компании. То есть, если, скажем, вот сама компания, это хайп, да, грубо говоря. То, скажу, Техен занимает позицию не со всеми там парнями, да, вот, например, в одной упряжке. Ну, скажем так. Он перешел внутри компании в другую компанию. Не знаю, что бы это могло быть. Вот так говорю, а там, в общем, посмотрим, как дальше будет. Об этом карта говорит. Вот ее прям четкое значение, перевод с одного, если касаемо работы, да, на компании, перевод с одного отдела в другое. Либо, например, перемещение внутри компании. Вот. Но, вообще, я скажу, очень хорошая у него сейчас позиция и ситуация, в общем, да. Это карта поддержки. Его же поддерживают, видите, он, походу, идти-то не может, в общем. Но здесь есть поддержка у него, карта такая поддержки. Карта сложные времена, можно сказать, задержка какая-то. И, например, неудобство какое-то, отсутствие востребованности. Но это может быть к этой ситуации, вот, от компании, да, ну, то, что я назвала, значение, в общем, так и есть. Может быть, говорит об этом. Либо может говорить, что вот он, это тоже вот маг, это компания сама вышла. То есть он в компании, но в другом каком-то отделе. И вот этот другой отдел, а, и компания по поводу этого, она не поддерживает его как таково, потому что он в другом отделе. Потому что эта карта говорит о какой-то, например, задержке, да, убыточнице и временной какой-то, ну, вот как-то бездеятельности, да. Но это временно, в общем, карта говорит о временном, ну, временно, да. Карта как своего рода застыла что-то, например, да, вот в отношении его. И, а под эту ситуацию, вот я говорю, что, например, карта союза, но карта вот говорит, что если не проявлять поддержку какую-то деятельность в отношении этого, то это приведет к расставанию, ну, вот, вот если в отношениях, если, вот, в общем, сказать, да. А еще карта обдумывания, и, например, карта может говорить, что анализа какого-то, правильно ли он, в общем, поступил, что перевелся в другой отдел. Может быть, так карта считывает какую-то ситуацию. Но карта однозначно говорит о какой-то негативности, о нарушении, ну, это карта дисбаланса своего рода, столкновения интересов по этой карте. Карта несет негатив, это что-то нарушило, вот, карта связана, это также в мечах есть какие-то действия. Таких активных и энергичных действий, да, но это в любом случае действия, да, мы видим даже на картинке какие-то, вот, движения с его стороны, вот, от этого человека, который на картинке, в общем, да. А отсутствие каких-то возможностей, я уже говорила, да, ограничения, ну, и, в общем, скажу так, здесь, может быть, карты вышли все-таки мыслей, все-таки он решил уйти от компании, если не перевелся, так как вариант, я сказала, в отделе может перевестись, внутри компании перевестись в другой отдел. Но карта говорит, что это уже свершилось, да, если это на подсознательном уровне, да, на уровне сознания, то я скажу так, что он реально об этом думает, в общем, что компания не ведет, не поддерживает его, и, учитывая этот тревел-шоу, я хочу сказать, вот, закадровые даже съемки, да, вот, их субтитры, типа, они его позвали, там, гость, он для них очень важный и так далее. И в то же время, например, Чунгук дословно сказал, что шоу с Техюн нам веселее, но компания в любом случае везде просто в этом шоу намекает на то, что он там нежеланный гость. Я не понимаю, зачем они его тогда пригласили, и в то же время сама компания его хейтит. И вот тут, понимаете, что важно, что он, естественно, разочарован в этом, такие карты вышли, что происходит в данный момент в его сторону. Здесь два варианта, либо вариант то, что он перешел куда-то внутри компании самой, да, в другой какой-то отдел, он в другом отделе, и компания, она, по сути, должна была бы его поддерживать в любом случае, да, но компания этого не делает. В общем, и он, возможно, думает о том, ну, ему это прежде всего приносит разочарование, и, возможно, он думает о том, что вот пора с этим заканчивать, в общем, да, и с его стороны, возможно, будет какое-то, в общем, что-то будет, что-то будет, он, потому что для карты говорят об этом, да, если отвязать здесь компанию и его перемещение, вот, то можно сказать, что он в любом случае подумывает, что... Карта, конечно, созерцательная такая, да, такая позиция, в общем, да, посмотреть, что дальше будет, но в любом случае он ответит, да. Вот, и я хочу, потому что если мы посмотрим, это карта перспектив и переход на новые уровни, а эта карта, вот видите, она меньше по значению, это говорит, что он-то перешел, но компания его не поддерживает, да, хотя должна его поддерживать, тоже поддержки компания, в общем. Карта поддержки, в общем, понимаете, да. Так, ну, и, в общем, достану ему тогда карту. Карта Восьмерка Пентакли вышла, карта Дьявола, и тоже Жезлов. Батузу, Жезлов, как зачастую, в общем, карта-то, конечно, связана с работой, но в основном это свободное творчество какое-то выходит. Дьявол, и вот смотрите, здесь Дьявол зависимость, видите, от компании, возможно, Туз, Жезлов, свободное плавание, свободное творчество. Восьмерка Пентакли, может, карта говорит, в ней есть такое значение, что он хоть и привязан к этому, вот, да, вот посмотрите внимательно на карту, он привязан к этому, вот, к Дьяволу, да, но он, в общем, подумывает по Тузу Жезлов, это все-таки начальная карта, подумывает сам развиваться. Эта карта связана с профессионализмом, вообще две карты реально творчества вышли, да, вот, и он подумывает, в общем, для него важно самому сейчас развиваться и уходить от этой зависимости. То есть из тех карт, которые вышли, я хочу сказать так, если даже он привязан в какой-то мере, карты вышли не совсем, привязан в какой-то мере компании, то однозначно у него сейчас планы вышли, такие карты, да, все поменять. И карты вышли, он самодостаточен дальше развиваться самостоятельно, понимаете, да, и если он, например, даже, я еще раз хочу сказать, все-таки внутри еще компании, но в другом каком-то отделе и так далее, то в любом случае, он в любом случае желает оттуда уйти, и это свершится. В общем, такие карты на будущее, да, вот, а там поживем, увидим, в общем, так, я, правда, сказала, или, так, да, шестерка Пентакли, в общем, вышла карта, тройка кубков, императрица, тройка, тройка, это карты будущего, карты развития, в общем, и шестерка Пентакли, если на саморазвитие карта, это карта улучшения, понимаете, он вкладывается по шестерке Пентакли в себя, это карта реальных вложений, вкладывается в себя, карта своего рода получить вот этот заряд, карта творчества связана, да, императрица, то есть он, ну, в общем, я хочу сказать, такие карты вышли, что он наделен реальными способностями, да, вот, вложился в себя и теперь готов их дальше развивать, в общем, да, если уж по поводу работы, дальнейшей работы, ну, я уже сказала, он самодостаточен и, в принципе, да, карты вышли повышение своего рода, вот эта карта, она говорит о повышении, да, еще больше вкладываться в себя, вот, если мы посмотрим вот эти две карты, еще больше вкладываться, развиваться, вкладываться в себя, он самодостаточен для этого, но еще карта, знаете, помощи какой-то, то есть у него реально есть покровители, которые готовы в него вкладываться, он как ящик вот этот, видите, готовый каждый прийти ему что-то дать, что-то в него вложить, эта карта очень гармонична для энергообмена шестерка Пентакли, то есть в любом случае карты вышли, что, во-первых, его кто-то поддерживает, в него вкладываются, у него есть, кто, эта карта своего рода благотворительности, поддержки финансовой, еще, ну, я уже сказала, вложение в него со стороны, потому что эта карта прибыль, прибыль со стороны, если уж на деньги, да, то есть, в принципе, от, скажем, от этой компании, если взять вот в расчет эти карты, то, в принципе, я бы сказала вот по этим картам, что он уже ушел с компании, понимаете, да, но он где-то там тусуется еще с компанией, какие-то завязки у него есть и обязательства, вот так скажу, да, интересно на Чангука сделать такой расклад, да, сделаем, спасибо за поддержку, я вас люблю, и всем пока, до следующих новых видео!